Искажение изображения Она зависит от кривизны поверхности и оптической силы линзы. Поэтому применение оптических стекол с высокими показателями преломлений позволяет уменьшить сферическую аберрацию. Следующий тип аберрации – комок, который возникает, когда лучи образуют в соусе небольшой угол. Различием фокусных расстояний для пучка лучей, проходящих через разные зоны линзы, обусловлено разное поперечное увеличение. Поэтому изображения точки несколько напоминают комеду с хвостом, вследствие смещенных в сторону от фокуса изображения. Сформируется периферийными зонами линзы. Отсюда произошло название этого вида аберрации. Еще один тип аберрации – ассигматизм. Получи от точки, падающие на линзу в разных плоскостях, проходящих через ОТ-систему, формируют изображение на разных расстояниях от центра линзы. Изображение точки получается либо в виде горизонтального отрезка, либо в виде вертикального отрезка, либо в виде пятна эллиптической формы, в зависимости от расстояния до линзы. Когда лучи, посылаемые предметом в систему, составляют большие узлы с ее оптической осью, то изображение, даваемое даже узкими пучками лучей, может обнаруживать еще один вид искажения. Оно обусловлено тем, что увеличение такой системы при больших углах зависит от угла между осьями пучка и системы, и, следовательно, меняется от центра изображения к периферии. Этот вид аберрации носит название «дисторсия» и ведет к тому, что изображения оказываются не подобными предмету. Типичные виды дисторсии – подушкообразные и бочкообразные, где объектом является квадрат. «Дисторсия» обычно не очень грядит наблюдение, но становится очень опасным в эффективности для аэрофотосъемки. Продолжение следует...